Сегодня у нас 4 мая 2021 года, вторник, дневниковая. Вот уже третий день, я не могу ничего делать. Надо бы какие-то там тексты набирать, сайт свой доделывать, о чем-то думать, какие-то официальные демарши, что-то еще, по лагерю что-то делать, но я ничего не могу делать. Я только читаю новости, смотрю какие-то видео, фильмы, сплю, и я ничего не могу делать. И я понимаю, что это все были не шутки. И когда я, будучи в Австрии, живя в этом коттедже в горах, один по интернету нашел Мику и нашел всех их в интернете. И я с ними начал переписываться, и они меня пригласили сюда, в Страсбург, точнее их отец. И это тогда было все серьезно, потому что это было своего рода какое-то молчаливое такое соглашение, что я ехал именно к ним. И когда я приехал, то я тут же включился в то, чтобы им всячески помогать. И я их воспринимал как своих родственников изначально. Помню, когда первый раз я позвонил, попросил, чтобы их отец пришел, я получил бесплатные продукты там в библиотеку рядом с вокзалом. А, нет, это вот когда я на вокзал пришел и там их встретил со старшеньким. Я помню его удивление, он не мог понять, почему я им все отдаю. То есть, ну понятно, что я отдавал бы то, что мне не нужно, но почему я им все отдаю? И он как бы голос у него дрогнул, и... Ну, такой был момент, что он понял, что я им помогаю. И вот, все это было, все это нарушилось тогда, когда меня отослали в Нанси. И когда я оттуда приезжал с подарками каждые две недели. Ну, это ноутбук, смартфон для Мики свой ему отдал. И много еще чего, и продукты, и мясо я им вялил на батарее килограммами. Конечно, это для них был праздник. И не только потому, что я привозил подарки, но еще потому, что кто-то о них заботился. Что вот они в этом отеле, что все их там попирают, что их там... Ну, они, в общем, в самом низу социальные лестницы. И тут вдруг кто-то приезжает с сумками, и тут вдруг кто-то, ну, немножечко наводит порядок, когда шумели там эти албанцы. И этому менеджеру отеля я объяснял, что нужно их утихомирить и так далее. Ну, и потом, благодаря мне, я так думаю, им дали следующее жилье, отель. Я думаю, что благодаря мне дали... То есть каждый раз я писал о них в социальную службу, и в соцработнику, и в префектуру, и во все инстанции всегда писал. И за них я бился. И какие-то были все-таки подвижки сразу после моих писем. И вот все это рухнуло, и когда я приезжал вот оттуда, от Нанси, в последний раз, то меня их отец заставил называть меня на вы, их. Но изначально в Польше мы называли друг друга на ты, поэтому я сказал, не надо, остаемся на ты, ничего менять не надо. И вот тогда, я помню, 10 марта 2018 года, когда я уезжал, и меня они втроем провожали, кажется, втроем отец, и вот два брата старших. И я их всех обнял, троих по очереди. И тот водитель, который я по облакар заказывал, он как-то, ну... Это тоже на это посмотрел, как на нечто такое. Это был закат. И я уезжал счастливый, потому что я уже знал, что я уйду в большой лес, умирать, все. Для меня тогда это были не пустые слова, для меня тогда это было такое решение, которое выстраданное, потому что после многих лет репрессий, а на тот момент уже, ну это пошел третий год, наверное, я уже тогда, уже в Австрии по мне сильно долбанули. Я тогда понял, уже я заранее все прекрасно понимаю. Когда только начало чего-то, я уже знаю, чем это закончится примерно. И редко, когда меня предчувствие подводило, тогда я понял, мне не дадут просто выкарабкаться во Франции, меня будут долбить. И в общем, когда я ушел в этот лес, когда я все... Да, а мои близкие вот чеченята, они меня же не поддержали. Я не знаю, с чем это связано. Когда вот я им ремонтировал ноутбук, там, электронную книгу, что-то еще. И это была сложная работа. Тем более я буквально разрывался, потому что основное свое время я отдавал подготовке жалобов из ПЧ на Австрию. И я был перегружен из этих перегрузок. И давно я не занимался всеми этими делами из информатики. Уже кое-что подзабыл. И в общем, эти афганцы, албанцы играли в карты и орали. И я не мог работать. Я объяснял вот этому главе семьи, что своих чеченят, что вот я не выдерживаю шум. А он говорит, ну ты потерпи. А я ему говорю, невозможно терпеть. В том-то и дело, что именно невозможно, потому что это болезнь. Он никак не мог понять. Он думал, ну громко кричат там, вот в комнате громко кричат, где я живу. Вот, ну потерпи. Вот, ну, то есть вот эта патологическая неспособность понять, но тут я уже упускаю то, что когда я приехал в Страсбург, он-то меня не встретил, хотя он мне обещал. Это, собственно, было начало всего. Я тогда уже понял, что что-то не так. Человек обещает встретить, чтобы ты не потерял день, чтобы ты сразу пошел куда надо, зарегистрировался. Я потерял день. Вот я потерял часы, я таскал этот рюкзак. И только потому, что он не пришел. А почему он не пришел? А потому, что он боялся, что я скажу, а дай переночевать у тебя или что. Но он-то знал, что у меня палатка, что я в палатке до этого жил. И вот я никак не мог понять. Ну, я подумал, может быть, что-то у него случилось. На самом деле, как потом оказалось, это такой метод у него. Просто прятаться, когда вдруг что. И так далее. Ну, и в общем, когда я ушел в лес, и когда потом я все-таки вернулся в Страсбург, я попал в психушку, я сам туда просился, потому что нужно было зарегистрировать те издевательства, которые были. На самом деле, эта психушка была карательная. То есть там врачи не играли роли выяснить истину. Они играли роль, наоборот, ее скрыть. И наоборот, как бы, меня там еще прессинговать, чтобы я разорался там или еще что-то случилось, чтобы они мне какой-нибудь диагноз прилепили. Это у них не получилось. Это они потом пытались, когда я уже оттуда выписался, потому что держать меня там смысла никакого не было. И вот я понял, что все сломалось тогда. Потому что для чеченцев, если кто-то попал в психушку, это крест. Все. Тем более русский, тем более не мусульманин, да еще и в психушку, это крест. Все. И тогда, когда они у меня сняли все деньги с карточки, когда я просил их, оставил им карточку и сказал, я уйду, наверное, если я уйду в большой лес умирать, я после психушки, я опять я впал в депрессию, я понял, что они меня будут долбить, и что сейчас можно прочитать, по моим текстам, как они потом поступали. Обычный человек это просто не выдержит. Он куда-то уедет, по крайней мере, по меньшей мере. Это такие методы просто избавления от беженцев. Друг другу они пихают, а когда беженцы просто не выдерживают, просто не выдерживают всего этого. И вот я выдержал все это, и мне потребовалась такая хитрость и упорство. Полтора года я из этой карательной психиатрии выкарабкивался. Когда я пошел в госпиталь местный, меня психиатрша, забыл, как ее уже звали, она сказала, вы не можете обратиться к другим психиатрам. Только мы или только вот этот центр, ну, который репрессивный. На самом деле это было вранье. Я потом нашел врачей, они написали диагнозы, исходя из которых у меня нету психических болезней, а непереносимость шума есть, месофония, ну и так далее. И вот тогда все сломалось, когда после психушки, и Мик разбил мой телефон, и они мне перестали звонить, потом какое-то у них пошло странное поведение, они как бы... И тогда, когда они ко мне пришли, я сказал им, придите, я вам деньги отдам, наличку, сразу после психушки. И я рассчитывал потом уйти через неделю, через две в большой лес умирать, потому что летом можно постепенно, не кушая, постепенно умереть без боли. Это описано в воспоминаниях блокадников Ленинграда. И вот я прочитал это, я надеялся таким образом уйти из жизни. Ну а еще вот я в буддизме прочитал, что тоже как бы есть такой у них... А вообще это все естественно. Когда общество человека угнетает, это как бы команда на подсознание умри, и он умирает. В общем, общество как бы командует подсознанием. То есть тут абсолютно ничего нету общего с какой-нибудь там психической болезнью или с каким-то импульсом каким-то. Нет, абсолютно. Это все было просто чрезвычайно длительное депрессия, давление, издевательство. Слишком длительное и слишком сильное. Но мои чеченята поняли так, что, видимо, он никак не человек. И они после этого стали ко мне относиться вот так, одной ногой вроде как прошлые заслуги, вроде бы как они меня воспринимали как более-менее. А уже потом уже как-то с другой стороны уже не человек. И то, что они у меня сняли деньги, что я просил два месяца пусть у вас карточка полежит, и если я никуда не уеду, то будут ваши как наследство. А я не остался. Я буквально им через день, два, три позвонил, сказал, я никуда не уйду. И они тут же, мальчик побежал, и с мамой они сняли деньги. И потом все три года все было только для того, чтобы скрыть это, чтобы подавить меня, чтобы угрожать мне, чтобы я не говорил это никому, не себе, и меня самого переубедить, что это так не было, что я все придумал. Но теперь уже что говорить. Я еще тогда, три года назад, я решил, что нужно с этой семьей просто порвать нужно. И на тот момент я на них потратил, наверное, ну где-то около тысячи евро уже успел потратить. А потом я в течение вот еще двух лет еще две тысячи евро потратил. Наверное, и больше. То есть нужно было порвать тогда уже. Ну нет, не тысячу, наверное, где-то пятьсот-семьсот я успел потратить тогда на них. Потому что я тратил на них все. Все, что мне накапливалось, я все на них тратил. И если изначально они меня воспринимали как-то непонятно, что непонятный человек какой-то помогает, то потом они просто стали меня использовать, но с одним необходимым условием. Чтобы нельзя было ни в коем случае чтобы они были обязаны мне. Только чтобы они не были никак обязаны. Зная, что я принесу что-то. Они говорили, не надо, не надо. Я, конечно же, приносил, потому что они знали, я принесу или что-то я сделаю, или куплю. Они знали, что я все равно сделаю. То есть они недостаточно как бы отказывались, чтобы действительно отказаться. И вот тогда, три года назад, ну это было в июне, я помню, три дня, вообще у меня голова горела. Это у меня в жизни так было только один раз, еще раньше, 20 лет назад. Даже уже не 20, 27 лет назад. Когда случаются страшные предательства самых близких людей. Вот у меня голова горела, я не понимал, что же делать, что же это творится. И потом потихоньку я в себя пришел, но я подумал, ну буду просто помогать ради других детей. Просто ради детей. Не для чего, не для какого там будущего. Я понимал, что я уже вычеркнул, вычеркнул у них из всякого будущего. Я понимал, что они меня не воспринимают как себе равного. Что они воспринимают меня как недочеловека какого-то. А вот последний, как будет переписка с их отцом в одноклассниках, он еще упомянул, что вы русские там, нас, чеченцев, что-то. Причем тут русские? И я. Причем тут русские? А у нас личные отношения. И потом, я себе 100% русским никакие. Я вырос в России, но у меня есть и польская кровь, и украинская кровь. Зачем на меня что-то там, какую-то вину вешать? И они постоянно пытались на меня повесить какую-то вину. И, в общем, манипулировали. Это можно было, в принципе, все понять с первых недель, с первых месяцев. Когда я тут, вот, был первые месяцы, а дети ездили на трамвае, тут недалеко метров 500, я их просил, пожалуйста, вы мне аккумулятор заряжайте, завозите, или я даже буду ходить на остановку. И тут недалеко же ведь. Они не делали этого. Они не делали. Ни разу они этого не сделали. А я очень страдал без энергии. Я мог бы не ездить даже в библиотеку, я мог бы здесь какое-то время отдыхать в лагере, но мне приходилось ездить в библиотеку, чтобы не пропускать звонки какие-то необходимые, чтобы в интернете смотреть почту. А так бы я мог неделю-две бы здесь находиться, отдохнуть. И ноги бы мои отдохнули. Сейчас я почти неходячий стал артроз. И вот, когда мальчик 2 мая, старший, приходил, мне вещи все вернул мои, по моему требованию. И он мне вернул аккумулятор, который я подарил Микки. Большой, десятитысячник. Это подарок. Его не нужно было возвращать. Но так как я не проверял, какие вещи он принес, и он когда только ушел, я начал смотреть, что он принес. Потому что я решил так, что если он что-то не принесет, то пусть оно им останется. Что как бы оно не было мне дорого, пусть все останется. Только лишь бы порвать вот в один момент. И я так понял, что они специально могли положить этот аккумулятор, чтобы растянуть наши прощания, чтобы меня не отпустить насовсем. Чтобы близилось 2 дня рождения еще в мае, чтобы я заказал вкусняшек. Ну, чтобы, в общем, невыгодно меня со мной порывать. Потому что я такой, что я постоянно что-то им дарю. И он тогда мне, мальчик, здесь, когда мы с ним разговаривали, он сказал, вот ты такой нехорошо поступаешь, ты даешь, потом отбираешь. Я не понял, к чему это он. Оказывается, значит, они специально положили мне вещи, кисточки, которые я средней девочке подарил. Я ей там подарил практически все художественное. И краски, и мольбер там, и все. Да, этот мольберт мне пришлось тащить по городу. Они его, наверное, бросили в предыдущем отеле. То есть они никогда не ценили дармовое. Они могли с легкостью просто выкинуть. Вот я привез им там давным, ну, вот когда я с Нанси приезжал, килограмм или полтора мяса, наверное, два даже. Оно маринованное, оно просто еще не успело просохнуть. Они просто, они выкинули его. Потому что, ну, у них там сушить, они побоялись, потому что их там поругают. А сварить там они, видимо, лень было. Хотя они могли поехать и куда-то где-то сварить. Они ездили к знакомому. Я вижу, видел, как они мои вещи ломали, выкидывали. Конечно, у меня сердце кровью обливалось, потому что бережливость. Я сам на себе экономил. Буквально по евро, по центам я экономил, чтобы им отдать. А они все это выкидывали, ломали без жалости. Абсолютно. И вот этот мальчик аккумулятор принес позавчера. И он не заряженный. Ну, если хорошо, вы решили мне его вернуть почему-то. Ну, зарядите. Ну, подумайте в последний момент обо мне. Подумайте. Принесите заряженный аккумулятор мне в лес. Я же без энергии. Нет. Принесли разряженный. Ну, да ладно. Это я. Просто то, что в голове. А вообще это все не шутки были. Когда я сюда приехал, это был серьезный, ну, не контракт, но это было серьезно. Никто, конечно, ничего ни с кем не обсуждал. Но если бы люди были мыслящие, думающие, человечные, то они бы, конечно, поняли, что я приехал помогать по моим поступкам. Я никаких слов не говорил. Я просто помогал изо всех сил. И было ясно, понятно, что вот у вас... И они мне сами говорили, тут у нас единственный, кто нам помогает. А ведь я годами им помогал здесь. И вот 2 мая этот мальчик, когда он уходил, он мне сказал, ну, руку притянул, сказал, ну, мы еще увидимся. Я руку ему не дал. Я ему сказал, нет, я руки не пожму. Потому что мы прощаемся. Мы с тобой больше не встретимся. И вот так помахал. А он сказал, как мы встретимся? Да мы еще встретимся. Сказал, я бы не хотел. Я бы не хотел. Я к вам не подойду. Я бы не хотел. И он ушел. А мальчик, он... Ну, и я был такой. Он не понимает, что происходит. Он до конца не понимает. Он думает, это бла-бла-бла, какие-то слова. Нет, это все серьезно. И вот эти три дня, почему я не могу ничего делать? Потому что вся концепция меня тут во Франции, она резко поменялась. Теперь у меня совершенно другая роль. Раньше у меня... На мне была такая миссия. Я был спаситель. Я их спасал здесь, как мог. Они все завалили, чтобы я не пытался им помочь. Они все изгадили. Все спустили в унитаз. Абсолютно все. При том, при всем при том, что сделали меня виноватым. Мол, я получил здесь статус беженца каким-то образом благодаря... За их счет. Ну как, я не пойму, как за их счет. Наоборот, я мог бы и раньше получить на два года. Я мог бы здоровье свое сохранить. Даже хотя бы, если бы они хоть бы немного обо мне беспокоились, я бы мог бы быть здоровый сейчас здесь. А я инвалид сейчас стал, неходячий. Я их не обвиняю, потому что они просто бездумные. Они... Они мне за человека не считали. А говорили много кучи сладких слов. Это как бы меня успокаивало. Куча обмана. И... Вот только Микки он не любил врать. И у меня была надежда вся на Микки. Я думал, что... Да, они еще почему-то через Микки, через Микки все. Ну, я так к этому все пришло. Что через отца я не смог, через мать я не смог, через старшего брата не смог, потому что они ленивые, врут. Ну, например, вот нужно готовиться к суду, к СНДА, по-моему. И я сказал, давайте ваши тексты. Русскоязычных текстов не оказалось, только французские. Я сказал им, надо эти французские тексты перевести обратно на русский, подправить и потом с ними работать. И они пришли тогда в библиотеку У2, У3. Я их записал. Это просто героизм был с моей стороны записать эту толпу чеченцев. на меня вот такими глазами, типа, смотри, зачем ты их записываешь? Надо, мы будем работать. Записали их. Так они, мы там поработали, она закрывалась, библиотека. Я видел они уже, что они не способны даже посидеть, подождать, час-два. Мы пошли в другую переходить библиотеку, в БНУ, и они просто убежали. Когда мы подходили к трамваю, они были с велосипедами, их отец сказал, ну мы на велосипедах, а там остановку проехать одну, две. И когда я приехал, их не было, они просто домой сбежали. А как я могу один их историю восстановить? Я не могу, мне нужен их отец. И в итоге я не смог ничего помочь с этим сында, и сында им отказал, все им отказали. Отец им показывал, как можно, как можно врать по телефону, как можно, вот, учил их этому, а дети хоть, как они бы его уважали или не уважали, они просто повторяли, как он делал. И я понял, что там я ничего сделать не смогу. Когда они подавили Мику, когда они заставили его меня предать, а Мика со мной был честным, но когда он стал на меня врать, он перестал ко мне приходить, я понял, все, там ничего уже я не смогу сделать. Они всегда себе какие-то иллюзии строили, в эти иллюзии верили, эти иллюзии не сбывались. Иллюзия насчет того, что им вот-вот дадут статус беженца, дадут большие деньги, дадут дом. Вот они в это верили, ничего не делали, все заваливали, что им делали кто-то другие, типа меня. Им эти, из Казаса, хорошие, очень подготовили материал в суд. Но они все завалили, они туда подсоединили документ, сами, который разрушал все. Их прокатил суд. Они даже, жена и муж, не договорились между собой, что говорить. Более разногласия у них. И уж тогда, что мог сделать я? Они говорили, а, как Аллах захочет, как Аллах захочет. Ну, есть такая пословица, на Аллаха надейся, сам не плашай. А вот они, они действительно, вот просто вот ничего не делали. Аллах все сделает, елки-палки. И те титанические усилия, я тратил здоровье свое, сознательно. Знал, что я теряю здоровье ради них. Все силы тратил, все деньги на них тратил. Это они просто попирали, топтали, выбрасывали. Почему я не мог раньше от них уйти? Потому что я боролся за Мику, за младших детей. Я считал, хотя бы один человек в этой семье будет честный, будет человечный, чтобы он меня понял, чтобы у него была душа, чтобы мы друг друга поняли. Он все поймет, он поймет, что они неразумно поступают. И через него какая-то связь будет у меня с семьей, и я смогу помочь через него. Но они растоптали Мику. Ну, Мика, конечно, он не думает, что его растоптали, он думает, что его больше стали уважать, потому что он поступил там, когда у них начинается вот этот переход во взрыв, инициализация, или как-то называется, то есть когда мальчик начинает поститься там, и вести себя как взрослый, то у них там сразу важность появляется, и вот он теперь мужчина, и все такое. Ну, на самом деле, не подкрепленные поступками, которые нужны были бы, уважение старших, и включение разума, для чего Аллах дал мозги, чтобы разум включить, на самом деле, кто-то враньем, и чем-то еще там управляет. Я понял, что там уже не осталось человека. в последний раз я с Микой разговаривал более-менее, мы были, мы друг друга понимали, это ровно год назад, даже больше, чем год назад, наверное, в марте или в апреле, ну, где-то так, может, даже в мае, когда я ему звонил, и когда я им заказал супермаркета всяких продуктов, вкусняшек, я им объяснял, чтобы он мерил температуру градусникам бесконтактным, чтобы он, потому что тогда мы не знали, что это за вирус такой, я ему объяснял важность этого, и вот это было, наверное, последнее наше общение осмысленное, когда мы друг друга хоть как-то понимали, я им сказал, пусть они там не хотят, но ты делай, пусть против них, то есть тогда я противопоставил их и Мику, вот эти отец, старший сын и мать, которые ко мне нечестно относились, младшие дети относились ко мне более, ну как они, дети, что с них можно спрашивать, а вот эти старшие уже, они уже меня за человека не считали, и Мика, конечно, он против них не мог ничего, не мог, он им просто подчинился, ну возможно он повзрослеет, и возможно он все-таки станет самостоятельным, ну а для меня это полная дезориентация здесь, я не понимаю зачем я во Франции, зачем я здесь, потому что бац, прошло три года с половиной, и вдруг я здесь, уже имею статус беженца, но я инвалид, а зачем мне эта Франция нафиг нужна, ни одного человека, с которым был бы близок душой, ни одного человека нету, вокруг меня вакуум, потому что меня сторонятся, почему, если бы я был здоровый, ну помоложе еще, я был бы так же настроен, как они все тут, ну вот, входил бы в резонанс, то есть когда надо лгал, когда надо ничего там, воровал, когда надо, вот такой вот, напускал бы на себя какой-нибудь фальшивый вид, там, ну не знаю, конечно, имея деньги, можно одеваться, и в принципе, сейчас необходимости нет, такой мне как-то там изысканно одеваться, но, то есть, как сказать, люди, они образуют такую кристаллическую решетку, очень жесткую, и они все имеют, своих близких, они как бы их имеют немного, имеют всю жизнь, и кто-то новый туда войти не может, это трудно очень, поэтому, ну спасибо хотя бы Марку, который носит мне аккумуляторы, местный житель, вот, и вот они, вот, вот мои чеченята, они были для меня мои люди, они были смысл моей жизни вообще здесь во Франции, это было мое будущее, их дети, этих детей, это были бы как мои, и я был бы, как сказать, тут, мы, взрослые, мы подобны тем, которые семена сеют в поле, ты рукой взмахнул, а там выросло дерево, или выросло что-то, и принесло плоды, и годы приносит, то есть, малыми усилиями, мы можем многое сделать с помощью детей, ни в коем случае, ничего у них не отбирая, а наоборот, даря только всем, то есть, мы, как бы, у жизни, мы живые, по-настоящему, когда мы помогаем подрастающим поколениям, тогда мы пожинаем плоды, тогда мы греемся у этого тепла, у человеческого, они, ну, как, не то, чтобы они меня исторгли, я-то сам от них, я сам с ними порвал, они, может быть, ради моих денег не хотели бы меня отпускать, но я просто понял, что они меня уничтожат, они начинают, как бы, паразитировать уже на мне, при этом угрожая, оскорбляя, принуждая меня признать, что они не делали тех плохих дел, которые они делали, а невозможно построить какие-то отношения без правды, между близкими людьми, должна быть правда, ну, ладно, я всю, свою энергию отдал на всякие эмоциональные вещи, и вот я не могу никак прийти в себя, потому что здесь, во Франции, я как в тюрьме теперь, я отсюда, ну, то есть, вот все, я во Франции, а с таким же успехом, если бы они поехали в любую другую страну, я бы мог последовать за ними, хоть в Голландию, хоть в Грецию, куда угодно, я бы поехал туда, и там я бы остался, и здесь, наверное, самый трудный регион, Альзас, где эти Альзасы немцев ненавидят, не любят, и французов не любят, и себя не любят, тем более мигрантов, это самый такой сволочной для беженцев, самый сволочной регион, если бы я поехал куда-то в другое место, там, может быть, благоденствовал бы, уже бы познакомился, кстати, когда вот я стал от них отдаляться, я стал знакомиться потихоньку с другими людьми, до этого только они у меня были, сейчас кто-то еще там, каких-то людей я знаю, хотя я не нахожу близких для себя людей, по духу, но тем не менее, а вот они бы у меня были бы как родственники. Этот мальчик, он, видимо, научился манипулировать отцом и матерью, и он неправильно это делает, он наделал делов, он все поразрушал вокруг себя, еще по жизни он многое попереломает, поразрушает. И вот в чем ошибка их была, в том, что они, зная, что я их люблю, они меня не считали за своего, они мне считали за некий отброс, за некого чужого, русский, не мусульманин, и презирали, и ненавидели, любящего их. Вот в чем была их ошибка, всех. А если бы я заново бы сюда приехал, если бы вернуться на машине времени, как бы я поступил, я бы не смог с ними вообще. Не смог бы. Я бы не смог. Для того, чтобы с ними все было успешно, удачно, ими надо было мне бы манипулировать. Не любить бы их, а манипулировать. А я бы не смог. Когда ты любишь, ты живешь легко. Ты живешь с любовью, ты открыт. Ты не тратишь кучу энергии думать, как манипулировать. Я бы не смог. Это было бы бесполезно. Мика, это была моя иллюзия, потому что я подумал, что я понял этого мальчика, что мы духовно близки, и я как бы, как сказать, я взял, я дал ему слово, что я им помогу. Когда вокруг болота, когда вокруг трясина, необходимо за что-то зацепиться. Я дал слово, и у меня появилось дело, появилась миссия, уважаемая миссия, помогать близким. У меня появились близкие, я сам себе сделал близких, назначил близких. Не назначил, как сказать, я сердце отдал. Я был счастлив здесь, несмотря на то, как они меня не любили. Кое-кто из них меня презирал и ненавидел. Если сейчас с ними поговорить, с кем-то по одному, они как слепые, они не признают, они живут в выдуманном мире, я знаю таких людей. Они придумывают что угодно, они живут в абсолютно вымышленном мире, что придумает себя, в то и верит. В реальный мир они вообще не знают, в реальность они не знают, как что происходит. У меня мать такая, поэтому я знаю. С ней бесполезно. Почему с такими людьми нельзя глубоко друг друга понимать, нельзя душами сближаться. У них нет души, у них пустота. У них то одно, то другое, то третье, у них нет чего-то одного. Там ни с чем, ничего стойкого нет. Ничего настоящего у них нет. Только ложь внутри. Так что остался я один, я хотя бы в свои иллюзии верил. И, ну, жизнь должна продолжаться хотя бы по инерции. Поэтому, наверное, завтра все-таки я начну что-то делать. Хотя, может быть, я целую неделю ничего не смогу делать. Тяжело. Я вдруг ощутил пустоту. Абсолютную пустоту вокруг себя и в сердце. У меня никого нет. У меня были они. И я ощутил, что никого нет. Потому что, как было решение, когда я полюбил Мику и всех их постепенно, то это невозможно сделать умышленно. Невозможно. Это само приходит. Почему, не знаю. Приходит и все. И вот так же и уходит. Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Я больше не смогу им позвонить ни разу. Никакого повода нету. И написать нету. И даже наоборот. Теперь они могут прицепиться. А зачем ты нас преследуешь там или чего еще как. Ну, в общем, такое. Нечестное. Так что вот такое дневниковое получилось. Уже стемнело. Хоть что-то еще видно. Да, меня уже было не... Еле видно. Сегодня риса сварил все-таки. Да, вот это мой папоротник у нажил. Отвяли эти предыдущие лапки. Но другие вышли. Ну, сегодня белка. Сегодня у меня хлеб воровала. Вот там вот. Я ее спугнул. В общем, она сейчас вообще обнаглела. Тут по моему лагерю насыц. Два раза морковку украла по кило. Вот у меня моя берлога. Абсолютная высота у меня. Депрессия. Ничего не хочу делать. Ну, там ем то, что яблок понамыл. Сразу буду есть яблоки. Капуста есть там немного. Яйцо вареное. Ну, в общем, не аппетита. Ничего. Шоколадка есть. Аппетита нет. Хоть не ешь вообще. Да, я сегодня спал часов почти 11. Потому что может потому что дождь ну, дождик такой крапает не сильный. Да, дерево опять упало там какое-то. Хотел сегодня большое дерево он упало. Там вот дерево хотел срубить, которое закрывает мне солнце. И там ветка тоже ну, а передумал она слишком толстая. Да, вот еще был ветер. Эти деревья ниже так стали. Яр приходится перегибаться, когда заходишь в лагерь. Да, они должны были бы меня уважать. Они должны были говорить всем. Вот у нас такой ну, знакомый такой близкий человек. Он альпинист. Он и мной хвалится, какой я хороший. А вместо этого я абсолютно никому не нужен стал. Как бы меня не существует. И все это никому не нужно. Ничто я умею, ничему я научился. Ничего не нужно. Я даже девочке не читает электронную книгу. Я не купил ей так и фотоаппарат, потому что я хотел и хороший, и профессиональный купить. Но это бессмысленно. Они его сломали через месяц. И она сказала вот одну кнопку я знаю, где нажимать. И все остальное не надо. В общем они абсолютно меня не понимают. не мои люди. Не мои. А я не их.